Всем привет! Я решил, что при большом количестве солдатиков, точнее мини-фигурок, вооружений, аксессуаров, нужно сделать свою коллекцию различных видов войск разных стран и разного времени. Мой выбор пал для начала на американскую пехоту времен Второй мировой войны, именно на пехоту. Я взял за основу фигурки от Brick Arms, добавил туда оружие Brick Arms, добавил Brick Forge и получил первый мини-отряд, который мы сейчас и посмотрим. Значит, возглавляет отряд Капитан, шлем, две полоски, пистолет-револьвер от Brick Forge, у BrickMoney он больше нравится, рюкзак, видимо номер подразделения, честно говоря, не скажу, что это, и Томпсон, это у нас Капитан. Помогает ему стрелок первый. У него уникальная каска с сеточкой, уникальная, потому что она ручной работы и не повторяется, в магазине второй такой же нет, то есть их много, но все они разные, потому что при ручной работе сложно сделать одинаковую. Обвес такой же, у него тоже Томпсон. Далее идет стрелок с гарантом, обвес тоже похожий, подсумки, единственное, что я немножко поменял, поставил их вертикально. Сзади тот же рюкзак, бедрол, то есть спальный мешок, шлем с ремешком от Brick Forge и винтовка от Brick Arms. Стрелок готов. Далее, еще один, но это уже тяжелая огневая поддержка, пулемет Brick, пехотинец, также подсумки, каска с ремешком, что отсвечивает. Вот каска с ремешком, рюкзак четвертый. И в подкреплении у них сейчас с карабином врач-медик, характерный шлем, подсумки, дальше обвес весь такой же. Далее, руку выкрутить. Все, это вот наш врач. В принципе, по телам они все одинаковые, по лицам большинство из них тоже одинаковые. Обмундирование я это показывал отдельно в видео про сравнение Brick Forge и Brick Arms. Единственное, что, наверное, надо оружие раскрасть. Вот этим я займусь в ближайшее время. Куплю краски специальные и покрашу. Покрашены лучше выглядят. Так вот, в чем заключается моя идея коллекционирования? Я хочу сделать такие отряды, желательно по 10 человек, на как можно более разнообразный период. Современщина, Вторая мировая, как получится на Вьетнам, на Афганистан. И вот для Второй мировой на американскую пехоту. Это именно пехота, потому что я уже показывал как-то в каком-то видео, но давайте еще раз повторюсь. Здесь торсик именно пехотинца. Это очень важно, потому что у Airborne, то есть десантников американских, совершенно другой торсик, другой костюм. Поэтому это именно пехота. Значит, на самом деле отличий-то будет немного, потому что обвес все закрывает. Но это чисто для меня эмоционально отличие есть. Поэтому я сделаю два набора. Будет отряд пехотинцев и отряд десантников. Значит, что я хочу сюда еще добавить. Отряд из пяти человек. Командир, врач, стрелки с пулеметом, с автоматом, с винтовкой. Значит, мне нужно добавить еще примерно человек пять. Я хочу добавить точно одного человека с РПГ. Потом, я думаю, что еще нужно будет парочка стрелков. И дальше вопрос. Вот нужен ли еще один медик на десять человек? Или для отделения медика хватит? Или нужен ли еще один командир? С другой стороны, командир поменьше, он никак внешне не отличался. Поэтому, скорее всего, наверное, я остановлюсь на еще одном солдате с РПГ. И четыре солдата будут просто стрелки. А, вот, во, снайперка. Точно, будет снайпер. Во, все. Так и определился. Вот, значит, пока это половина отряда. Закончу коллекционирование этого... Не коллекционирование, а создание первого своего отряда для будущей коллекции. Когда добавлю еще пять человек. Значит, я добавлю еще одного с РПГ и ракетой. Добавлю одного... Добавлю одного снайпера. И... Ну, три стрелка. Я думаю, что еще один с Томпсоном. И два, наверное, будут с карабинами. Может, один с карабином с винтовкой. Вот такое вот начинание. Мне кажется, очень интересное. Я у себя в группе ВКонтакте говорил, что у меня есть суперотряд из пяти бойцов. Собственно, именно про этот отряд я и говорил. Так что начинаем историческую реконструкцию. В том плане, что будем максимально точно воспроизводить различный отряд британцев. Сделаем наших. В общем, достаточно интересная, мне кажется, идея. Все. В общем, спасибо, что посмотрели. Готовим пока американскую армию. Потом руки дойдут и до наших. Ну, и смотрите наш канал, чтобы не пропустить все новинки. Смотрите наши мультфильмы. До новых встреч. Увидимся. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok